Мэрия Великого Новгорода обнародовала очередную дату закрытия половины Колмовского моста. Подрядчик должен приступить к верховым работам этой ночью. А значит, две оставшиеся полосы, которым предстоит принять удар на себя, готовы, а ямы на них подлатаны. Администрация города должна была привести в порядок часть моста, которой придется принять на себя двойную нагрузку еще к 14 марта. Это первая дата, когда половину переправы должны были закрыть. Сроки уже дважды переносили, то ссылались на отсутствие бетонных блоков для организации движения по новой схеме, то валили вино на подрядчика, отвечающего за ямочный ремонт. Мол, не все ямы залатал. Впрочем, представители той самой компании СМУ-57 утверждают, все работы выполнены. Работники организации СМУ-57 в рамках контракта по содержанию автомобильных дорог города 14 марта выполняли работы на Команском мосту по устранению аварийных выбоин по двум полосам моста. На сегодняшний день проезжая часть Команского моста находится в состоянии пригодном для движения транспорта. Комментарии излишни. Качество ямочного ремонта автомобилисты ощущают, что называется, на себе. Глубокие рытвины, как воронки от разорвавшихся снарядов, делают мост похожим на швейцарский сыр. А уже завтра по этим двум ухабистым полосам автомобили пойдут в обоих направлениях. Если, конечно, подрядчик опять не передумает, в ночь. С 18 на 19 марта, сразу после вечернего часа пик, на мосту начнут устанавливать водоналивные блоки. Одну половину разделят на две полосы, и только после этого переправа будет полностью готова к ремонту верховой части. Контракт предполагает разборку элементов мостового полотна, устройства выравнивающего слоя и гидроизоляции, тротуаров, установку ограждений, ремонт деформационных швов и асфальтобетонного покрытия. Общая стоимость работ по ремонту Колмовского моста более 300 миллионов рублей. Завершить все работы на первой половине подрядчик должен до 31 июля. Выдержит ли вторая четыре месяца плотного трафика? Вряд ли. Но возможность подлатать ямы теперь будет разве что ночью.